У меня сегодня в гостях, ну, можно так сказать, совершенно необычные гости. Я понимаю, что сейчас большинство из вас, дорогие телезрители, буквально впились в экран, потому что совершенно медийные, совершенно знакомые лица сегодня в нашей студии. Но мы начнем, я думаю, не с этого. Итак, знакомьтесь, Татьяна Грамон, известная российская телеведущая, а также Мария Апостол, директор по продажам международной компании «Ариэкс». Кстати, Татьяна, она генеральный директор. Именно так. Именно этой компании. И я так понимаю, что вы к нам не просто отдыхать. Увы! Здравствуйте! Действительно, не просто отдохнуть, хотя встреча с вами, я думаю, сулит нам прекрасный отдых и расслабление на несколько минут. Мне прям приятно. Рассказывайте, что это такое? Почему вы приехали с этой продукцией, во-первых, именно к нам? Это напиток для здоровья. То есть вот всё, что связано с иммунитетом, с нашей иммунной системой, здесь есть всё, весь комплекс витаминов, минералов, которые, так сказать, необходимы нашему организму на сутки, весь суточный рацион. Поэтому сейчас мы вас угостим с удовольствием. Кстати, по поводу иммунитета, буквально недавно разговаривала с главным врачом кардиологического нашего центра, областного, и он сказал, что люди, которые думают, что летом иммунитет в порядке, глубоко ошибаются. Как раз-таки летом огромные проблемы с иммунитетом у людей. Ну, вы знаете, на самом деле бытует два мнения. Есть люди, которые считают, что достаточно в течение дня съесть 5 яблок, 5 апельсинов, несколько морковок, и получить вместе с этим весь набор того же самого каротина, витамина С, который поможет нам чувствовать себя хорошо. Но ещё Гиппократ когда-то говорил, и врачи со мной согласятся, они присягали, давали клятву, что опять же тот же Гиппократ сказал, что мы есть то, что мы едим, и наше лекарство – это наша еда. Вот сейчас, к сожалению, из-за развития цивилизации, из-за того, что сейчас очень плохо с экологией, мы все прекрасно знаем, каким воздухом мы дышим, в каких условиях мы живём, что это условия дичайшего стресса. С утра пораньше у нас уже всё заводит, мы видим новости, мы начинаем переживать, мы теряем несколько контроль, может быть, над собой, дети, семья, работа, постоянные пробки. Кстати, в Шемкенте тоже пробки есть. И очень хорошо, что у вас теперь есть велосипеды, потому что можно на них добираться до работы. Но это небольшое отклонение от курса нашего. И невозможно сейчас из того питания, из той пищи, которая лежит на тарелках, получить всё необходимое для того, чтобы организм работал, я не говорю совершенно, но более-менее правильно. Осторожнее, потому что вы почувствуете перчинку, остринку, начинку. Вот он такой прям с реальной перчинкой. Пахнет, кстати, очень вкусно, приятно. Ого! Чувствуется так это. Ого! Стройте, как и сразу, да? Ух! Пробирает прямо, да? С утра это реально взбодрит. На самом деле, это семена чёрного твина. Также туда входит перец, чёрный перец. Для чего они нужны? Они просто способствуют абсорбации, наилучшей абсорбации всех тех элементов, которые содержатся в этом соке. А здесь, как Маша правильно сказала, здесь 34 ингредиента, причём собранных с разных уголков мира. Мы не называем это сок. Что такое сок? Это концентрат, разведённый водой. Мы просто пьём подслащённую какую-то ароматизированную воду на самом деле. Никакие соки с их сахаром не дают никакой пользы. Я, кстати, своим детям их не позволяю пить. Вот это, пожалуйста, это да. Продолжайте. Так, ага. А теперь делитесь, и чем я начала своё утро? Здесь суперфрукты. Ягоды осаи, ягоды годжи, мангустин, потом грибы, шитаки, матаки, рейжи. Лекарственные. Лекарственные грибы японские. Да. Плюс кардицепс. Вы знаете, кардицепс на самом деле в Китае считают дороже золота. И он стоит дороже золота. Потому что это гриб, который пророс в гусеницу. Ого. Да. И, в общем, вот эта вся смесь, она даёт какое-то уникальное свойство антиоксидантное. Что такое... И антибиотик, кстати. Самый мощный природный антибиотик. Да, и поэтому его рекомендуют. Вот у нас, видите как, у нас целая-целая такая большая-большая-большая корзина. Да, и вот вы выпивая маленький шотик, маленький, буквально с колпачок 45 миллилитров этого сока с утра и вечером, вы получаете колоссальный на самом деле заряд всего того, что нужно получить человечку. Это будет продаваться в Шемкенте, да? Да, это будет продаваться. Это уже есть продажи на самом деле. Как всё произошло, мы смотрели... Да, вы же на пустое место приехали, я с этого и начала. Есть большой опыт работы, конечно же, с подобного рода продуктами. Уже давно, около 20 лет назад, как мы заинтересовались этой темой, понимая, что здоровое питание, оно нужно не в преклонном уже возрасте, да, когда пучок разных болезней, их нужно вылечивать и так далее. А нужно прививать эту культуру, на самом деле, уже с первых дней, на самом деле, да, как мамочки, когда вы приходите к врачу, диагноз, беременность. Первое, что вам прописывают врачи, конечно же, гинекологи, это набор витаминов и минералов, необходимых организму женщины, чтобы она смогла выносить здоровый плод. Около трёх лет назад мы решили посмотреть, что сейчас есть на рынке самого прогрессивного. Мы рассмотрели большое количество предложений, большое количество продуктов, которые есть на рынке, которых ещё нет на рынке СНГ, да, России, Казахстана. Ездили в Соединённые Штаты, потому что это всё-таки, ну, в Соединённых Штатах там всё родилось, мне кажется, вот вся эта индустрия пищевых добавок. Это самая больная нация, с другой стороны, это нация, которая старается бороться, собственно, за своё здоровье, поняв, у них есть понимание. И мы встретились с производителями вот этой уникальной продукции и поняли, что на сегодняшний день лучше мы не найдём, потому что составы невероятные, рецепты, рецептура сама, она уникальная. Речь идёт не только о соке, у нас ещё есть целая линейка капсульных БАДов, вот, ну, мы не будем, как бы, обо всех о них говорить, достаточно уже попробовать это. Утренний сок, у нас сегодня утренний сок. Привезли его в СНГ, все эти продукты, и перед тем, конечно же, как запустить его в продажу и вообще начать какую-то рекламу этого продукта, мы прошли экспертные комиссии, были проведены экспертизы. Очень долгое шло изучение и анализы этих продуктов в министерствах, которые занимаются именно пищевыми добавками, и был вынесен вердикт, да, мы рекомендуем. Да, это продукт, который стоит употреблять в пищу, это продукты, которые, не то что не наносят вреда, они являются биологически активной добавкой к пище. А это серьезное, так скажем, слово. И, однако, все это не продается ни в аптеках, ни в магазинах. Это можно вот приобрести через электронную коммерцию, через наш сайт и через независимых партнеров, которые, так сказать, подключились к нашему процессу, вот, и которые профессионально могут рассказать о каждом из этих продуктов, ответить на вопросы. Вот, ну, в общем, мы развиваем, так сказать, все эти продажи через электронную коммерцию. Электроды коммерции, то, что кто-то принимает, кто-то не принимает, но будем, так скажем, честны друг перед другом, это система сетевого маркетинга. Я, кстати, хотела бы об этом спросить, ведь многие люди не воспринимают, вот, Таня, вы были правы, когда сказали о том, что отдельные компании когда-то здорово подпортили репутацию такого типа продаж, и все, что связано с сетевым маркетингом, люди просто отторгают. А с этим можно как-то бороться, на ваш взгляд? Абсолютно согласна. А мы как раз, мы, так сказать, мы не переубеждаем, но мы нашим имиджем, наверное, да, нашим стилем, обучением профессиональным, которое, да, мы, так сказать, пропагандируем, вот, который мы сами проводим лично, да, прилетая как раз в города, да, встречаясь с нашими людьми, которые, ну, работают на местах, и от которых будет зависеть будущий имидж и дальнейшее продвижение всей этой концепции, и, так сказать, все, наверное, зависит именно от тех людей, которые возглавляют компанию, от их вклада, от их философии, от их видения, и от того, как они могут сформировать вокруг себя вот настолько же профессиональные команды, и как будет передаваться информация, потому что сетевым маркетинг, прежде всего, это, конечно, дубликация, это повторение. Ну, и, безусловно, да, есть компании, которые подпортили, подпортили репутацию, ох, подпортили, вот, потому что были, может быть, не очень качественные продукты, может быть, иногда, да, изначально компания выходила, так сказать, с целью обогащения, и во главу был поставлен не просто качественный продукт, а, например, да, изначально, так сказать, игра и участие, возможно, в финансовой пирамиде. Именно поэтому сетевой маркетинг ассоциируется с финансовыми пирамидами, что абсолютно неверно, потому что в сетевом маркетинге есть продукт. Вообще, что такое сетевой маркетинг, если мы обратимся к истории, да, это выход из кризиса. Вот мы сейчас все говорим с вами о кризисе, но когда-то в послевоенное время, ну, еще Черчилль тогда говорил, что в любом кризисе есть возможности. Именно тогда, после Второй мировой войны, в Соединенных Штатах Америки, когда эту страну захлестнула, может быть, вторая волна депрессии, когда не было рабочих мест, когда было очень сложно, именно в этот момент были люди, аналитики, экономисты и так далее, которые придумали систему ухода от традиционной коммерции. Потому что, что такое сетевой маркетинг? Это один человек, который передает информацию другому человеку. Но это не просто факт продажи, да, иногда говорят в сетевом маркетинге, вы втюхиваете. Мы не втюхиваем, знаете, во крайней мере, мне это не нужно делать, знаете почему? Потому что сетевой маркетинг, априори, подразумевает очень хороший, качественный продукт. Люди, которые приходят, они становятся первыми потребителями этого продукта. Вы сегодня попробовали этот сок. Они не просто посредники, они просто покупатели. Они не посредники, ни в коем случае, они потребители. И это новая, так скажем, эра в развитии, наверное, сетевого маркетинга. Здесь нет больших закупок, здесь люди приходят, чтобы получить свою дозу здоровья. И когда они получают её, когда организм как-то реагирует на это, то же самое, как если бы вы пошли к хорошему стилисту, визажисту, парикмахеру, вы возвращаетесь домой, встречаетесь с подружками, да, и вы говорите, слушайте, мне сегодня такой массаж делали, боже мой, я заснула, это такой кайф. И ваша подружка что делает, она бежит сразу же к этому массажисту, потому что хороший массажист на вес золота, да. Но вы-то что с этого получили? Вы получили только довольную физиономию своих подружек, и вы радуетесь за них, да, это такое бескорыстное счастье, да, бескорыстная радость. Почему же? Вот в частном случае даже не совсем бескорыстная радость. Ну, может быть, подружки сделали скидку, да, но вам-то ничего нет, когда я следующий раз сделаю, это верно. Это уже правильный, да, правильный маркетинг, хороший маркетинг, и правильный салон, если они действительно, да, за то, что вы порекомендовали, потом, по крайней мере, в виде вот этого комплимента и в виде возврата скидки действительно, да, отблагодарили. Так почему именно в Шимкент? Почему в Шимкент? Да. Ну, он прекрасный. Шимкент замечательный совершенно город, это цветочная долина, насколько я знаю, да, из истории, именно так переводится название вашего города. Зелёный город. Зелёный город или какая-то цветущая долина, как-то вот Шим или Чим. Дёрн. Ну, да, откуда-то оттуда. Дёрн, зелёная, цветочная, ну, в общем, как бы цветущий город. Знаете, год назад, когда мы здесь были в мае, и, кстати, чествовали ваших ветеранов, так это было трогательно, опять же, вручили им наши продукты, чтобы как-то, хоть как-то помочь им, да, вложиться в то, что они сделали для нас, как-то отблагодарить их за это. Нас повезли в поля, нас повезли в степи, в долины. Как раз эти были шапки тюльпанов, потрясающие, огромные. Ну, и тут же, конечно, пятые точки не очень, так скажем, ответственных граждан, потому что, оказывается, цветы, да, занесены в красную книгу. В красную книгу, не только казахстанную, а и мировую. Тань, ну, и, конечно, мне кажется, ну, если я не спрошу, во-первых, такой шкурный вопрос. Так, а опыт телеведущей, карьера телеведущей помогает в продвижении своего бизнеса как-то вот лицом? А вы знаете, как произошло всё? Всё на самом деле по-другому. Когда-то я начинала как переводчик, я в профессии лингвист, перевожу с французского на французский, у меня тоже гражданство есть французское, так что такой второй родной язык. И когда-то я переводила бизнесмены французских, которые в Россию привезли сетевой маркетинг. Вот тогда-то всё и началось. И если я однажды оказалась на телевидении, так это потому, что, скорее всего, я прошла всю эту школу сетевого маркетинга, это выступление на сценах, это совершенно другое восприятие вообще человека, это умение правильно провести встречу, да, это такие журналистские навыки, это навыки ведения разговора, умение цепляться, да, вот за сказанное и так далее, и так далее. И когда волею судеб мне пришлось выйти из этой системы, я спросила себя, а чем я могу ещё заняться? Я поняла, что мне хотелось бы делиться вот тем, что я знаю, и был также опыт и образование в области дизайна, я могу этим делиться через телевидение. Ну, тогда пошли кастинги, тогда пошли определённые, ну, уже другая история. Маш, ну я на минутку, да, ещё всё-таки. Любопытно, есть квартирный вопрос, есть дачный ответ, насколько я знаю, и в программе «Дачный ответ» вы тоже были ведущей, да? Я была, да, одной из первых ведущих, даже первой, наверное. Потом ушли в «Квартирный вопрос». Вот так, повышение получила. Это повышение? Это один холдинг, да, это принадлежит нам, что «Квартирный вопрос», что «Дачный ответ». А где интереснее? Если с точки зрения ведения программы и проектов, то, конечно же, и безусловно, это «Дачный ответ». Почему? Потому что в квартирах мы все ограничены четырьмя стенами. У нас есть несущие стены, которые нельзя ни в коем случае снести, да. Здесь интересно, что как архитекторы, как дизайнеры, как декораторы способны в одинаковых совершенно пространствах, в этих вот стандартных коробочках, в этих параллелепипедах, сделать что-то совершенно необычное. И каждый раз проекты разные, хотя комната, она одна и та же. Мы говорим, это не студийная запись, опять же, да, у нас реальные герои, у нас реальные квартиры, у нас реальные кастинги. Очень многие люди хотели бы подчаствовать в «Квартирном вопросе» и в «Дачном ответе», это абсолютно бесплатно. Но здесь мы работаем больше на продвижение образа жизни. Мы показываем «до» и «после». Почему? Потому что у большого количества людей есть стереотипы. Когда вы у них спрашиваете, чего вы хотите, они говорят, нам уютненько, нам так вот, ну, чтобы было бы светленько, пастельные тона, «Прованс» на «Дачном ответе», да, ну, такой деревенский стиль, приятные цветочки, ламбрекены, подвязки, может быть, чуть-чуть золота, откуда-нибудь оттуда, из античности. Мы прекрасно понимаем, что если бы мы учитывали все пожелания наших героев, то мы... Ну, вот я вот так прикинула, всё перечислено, и это что-то получается... Ну, это получается очень странно, и это очень получается одинаково. Мы не делаем шаблонно, да, мы не производством занимаемся. Мы занимаемся изменением мировоззрения людей. И всякий раз, когда мы разговариваем с дизайнерами, и по этому принципу их и выбираем, мы им говорим, ребята, вот сейчас забудьте о том, что у вас есть заказ, у вас нет заказа. Сегодня вы как будто бы участвуете в тендере. Сегодня вам нужно себя проявить. Вы должны вспомнить, что несмотря на то, что вы всегда подстраиваете под заказчика, вы немножечко забыли уже себя. А кто вы? Вы люди творческие, вы художники, вы творцы. И вы должны сейчас показать вот всё своё «я». Вы должны себя проявить. Вы должны схулиганить, в конце концов, немножко. Но вы должны дать понять всей аудитории и всей многомиллионным зрителям, а это всё-таки федеральный канал, нас смотрят повсюду. Вы должны показать, что есть что-то другое, что нужно уметь решаться. А бывает так, что герои программы недовольны? Да. И что? Ну, вы знаете, мы сразу же их предупреждаем. У нас... Мы никогда не скрываем. И на первом же кастинге мы говорим, ребята, вы готовы к экспериментам. Потому что если вы скажете, что вам нравятся пастельные тона, это не значит, что мы не выберем чёрный и красный. Потому что, может быть, мы считаем, что вы слишком засиделись в ваших пастельных тонах. Вас нужно взбодрить. И мы, на наш взгляд, это должно выглядеть так. Судя по вашим характерам, исходя из ваших характеров, исходя из вашего образа жизни, многие параметры играют в этой игре. И они говорят да. Но я думаю, что они не до конца оценивают вот того уровня риска, на который они идут. Да, бывают люди, которые недовольны. Бывают. Сколько длится ремонт, как правило? Ну, вот переделка вся эта... Программа-то идёт около часа. Программа идёт, да. Около часа. Около часа. Ну, смотрите, мы с вами заговорили о квартирном вопросе, о дачном ответе. Я плавно перешла к тому, чем занимаюсь сейчас, к квартирным вопросам. Дачный ответ — это большие территории, это площади. Во-первых, это ландшафты. Мы делаем ландшафтный, и дизайн ландшафтов. Мы строим беседки, мы строим даже отдельные дома. Однажды у нас был колоссальный двухсерийный проект, баня под камышовой крышей. То есть на дачном ответе можно разгуляться. Опять же, дома. Там мы уже не ограничены какими-то планами БТИ. Там уже каждый человек городит, что хочет. Это его территория. Он делает так, как он хочет. А мы потом в рамках того, что натворим, мы уже творим что-то свое. Здесь получается вкуснее, здесь получается пикантнее. Но на дачном ответе, конечно же, поскольку площадь больше, работ больше, то там иногда до полугода люди должны уезжать со своих домов, оставлять нам это все. И мы строим, мы ваяем. Среднее статистическое — это где-то три месяца. Если мы говорим о квартирном вопросе, то это от полутора месяцев до двух с половиной где-то. Если речь идет, например, о таких пространствах, как кухня, где очень много моментов надо учесть, где подводки, где техника, где мебели много. Маша, вы бы хотели, чтобы Татьяна переделала вашу квартиру? Конечно. Но вы знаете, у нас, кстати, был такой, помнишь, по-моему, мы хотели переделать мой дом, но, к сожалению, там уже было настолько все как-то, так сказать, все продумано. И я тоже занималась в свое время, у меня был бутик в Москве, я купила франшизу во Франции, Мезон-де-Фоми, и у меня был бутик мебели и декора, предметов интерьера. Восхитительные аксессуары. И поэтому, соответственно, все вот эти вот аксессуары, они уже были в моем доме. Но насчет, конечно, насчет квартиры я собираюсь, ты скоро получишь новый заказ из моих мебель. Но я, опять же, делаю поправку, я веду программу, я не архитектор, я не дизайнер, я только рассказываю рецепт. Так что я могу помочь, потому что через меня было пройдено столько, и с таким количеством интереснейших, талантливейших людей, идей, да, я прошла, что можно уже, хотя вы знаете, чем больше идей, тем тяжелее. Почему именно в Чемкенте? Нет, 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 он давно-давно-давно живет в Москве и работает там. Но вот так оказалось в воле и судеб, опять же, когда мы разговорились при первой встрече, потому что он в Чемкенте. Я говорю, все дороги сюда ведут. Техас, Техас, вы понимаете? Они же горячие-горячие люди, поэтому такая погода прекрасная. И нам тоже очень приятно и интересно, наверное, это здорово, что именно в Чемкенте начинается вот наша история. Но я маленькое отступление хотела сделать по поводу и пищевых добавок, и, в принципе, того, той философии, которой мы придерживаемся. Дело в том, что я являюсь попечителем нескольких благотворительных фондов, которые связаны с паллиативом, паллиативные заболевания у детишек. То есть это неизлечимые заболевания, они обречены. Они, к сожалению, не жильцы на этом свете, но это бесконечно талантливые, это удивительные совершенно создания, которые просто потихоньку уходят. К сожалению, у правительства, у государства нет достаточно денег, чтобы поддерживать тех, кто уходит. Безусловно, уходит. И поэтому сейчас зарождаются фонды, поэтому сейчас идет такое сильное движение, чтобы поддержать, в первую очередь, конечно же, их родителей, этих детишек, которым очень тяжело справляться, потому что лекарства стоят бешеных денег, а просто так не бросишь человечка маленького страдать, не оставишь его. И при этом и при монастырях есть, опять же, фонды, есть хосписы, которые этим занимаются. И очень хотелось бы, пропагандируя здоровый образ жизни и продвигая это именно через систему сетевого маркетинга, которая охватывает огромное количество людей, вот это все, к этому всему привязать определенную благотворительную миссию. Вы прекрасно понимаете, что, например, найти спонсора, который даст сразу же очень много денег, это тяжело, это фактически невозможно. Да, это практически невозможно. А когда у вас есть люди, объединенные одной идеей, люди с одним сердцем, так скажем, люди, которые идут в одном направлении, у нас у всех одна цель, мы работаем на одно на самом деле. И вот если вся эта, все эти тысячные и тысячные организации, вот эти сети, которые мы планируем развить, все-таки мы серьезно настроены на пропаганду здорового образа жизни этого продукта, если с миру по нитке, если все они будут знать, что вот один доллар в месяц, это ничто, это абсолютно ничто, и каждый может это сделать. Но когда это движение, когда это оправдано, и когда мы уверены в том, что эти деньги действительно пойдут в нужный карман, тогда люди готовы на многое. И если это тысяча человек, то это уже определенный бюджет. Если это 10 тысяч человек, если это 50 тысяч человек, то ежемесячно вы можете отдавать огромные деньги на поддержание не только, конечно, этих детишек, потом можно расширяться, можно заняться и детдомами, и раковыми заболеваниями, и рассеянным склерозом. Сейчас очень много болезней, которые поражают, поражают уже совсем маленьких. И это страшно. Поэтому для нас сетевой маркетинг это еще вот такая философия. Ну что ж, вам огромное спасибо, что выбрали время. И все-таки я знаю, что вы уже улетаете. Увы. Но мы сейчас заскочим на один из 23 базаров, чтобы купить дыню. Обязательно. Да? Дыню уже поспели? Уже можно. Уже можно? И дыни, и я думаю, что уже можно. И арбузы у меня как раз сегодня. Ну арбуз не докатим, наверное, а маленькую дыньку прихватить с собой, сочную, сахарную. Ну, как минимум, мы все-таки возьмем арбузик, чтобы насладиться. Да. Во время жары как-то... Да, да. Ну и, конечно же, пожелание. Утро. Вторник. О! Чтобы он проснулся. Ну что, понедельник на самом деле уже прошел. Понедельник уже на самом деле прошел. Тот, кто прожил его, те герои, потому что тяжело, конечно же, входить в колею в понедельник. Но вторник мы уже разогнались. Мы уже на самом деле вышли на тропу. Так что хорошего продолжения дня, хорошего продолжения недели. Всем отличного здоровья. Не забывайте о том, что мы то, что мы едим. Пожалуйста. Находите свои варианты, находите свои возможности. И помогайте друг другу, любите друг друга, и все наладится. И я хотела бы добавить, наверное, друзья, не бойтесь экспериментировать. Именно так. Ни в квартире, ни на даче, ни в жизни. Да. Все верно. Спасибо большое, Елена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова